Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну, опять же, множество чудовищных событий и странное поведение в правоохранительных органах. Да, дети. Дети находятся под ударом. Сейчас множество случаев, когда, ну, так сказать, преступление против детей, нападение на детей, попытка похищения детей. Да, вот, друзья мои, бесноватые, как они? Похищают, потом находят, ну, уже мертвых и стерзанных детей. Таких случаев в последнее время много. Я даже не буду их перечислять, но вот похищение детей и как реагируют на это правоохранители. Значит, вот кадры из Москвы. На записи видно, как женщина уводит девочку с площадки. За ней бросается мать ребенка и спасает, забирает. Значит, на Чусовской улице в Гальяново. Значит, мать с четырьмя детьми пришла и, ну, как бы, начали болтать с мамашами. В это время, буквально вот здесь же, рядом, на площадке, жительница Узбекистана взяла ребенка за руку и повела в сторону. Да, дети заметили это и, ну, закричали маме, что чужая тетя уводит ребенка. Женщина бросилась, ну, сумела догнать. Все это секунды, друзья мои. Буквально мама отвернулась, пять минут, ребенок может быть вне поля деятельности. Мать уходит. Женщину эту задержали, наказала жительница Узбекистана. При этом правоохранительные органы в отделе полиции, да, ее привели в полицию. А его, и женщину начали убеждать, что эту женщину надо пожалеть. У нее большое горе, и она не может иметь детей, и поэтому она только похитила ребенка. Да, друзья мои. И, ну, мамы возмущены, да, друзья мои, как бы совершенно на это внимание не обращаются. Да, к каким-то людям вдруг полицейские очень жестоки, да, вот к каким-то оппозиционерам, к женщинам, к детям. Они их там даже избивают, да, к пожилым людям вообще без всяких, без всякого пиетета относятся. А тут вдруг гражданку Узбекистана похищает ребенка. Знаете, а не крышует ли это полиция такие вещи? Да, но тут, значит, граждане сами определили, как бы спасли. А это что же означает? Что сатанисты в полиции? Что, а сколько таких случаев, друзья мои? Сколько сейчас вот они только проявляются? Вот в Пермском крае жестоко убита женщина и ее пятилетняя дочь. И Бастрыкин, наш великолепный, седовласый следственный комитет, взял под личный контроль это жестокое убийство. Да, вот этот сатанизм, жертвоприношение детей похищают. Я вам уже говорил, что каждый день, каждый день по улицам нашего поселка проходит патруль. Да, вот ездят люди, так сказать, южане с бородками ездят и смотрят. Да, вроде бы ищут работу, хотя работы нет. Каждый день по нескольку раз проезжают. Люди боятся выпускать людей, выпускать детей на детскую площадку, потому что в любой момент проезжают странные машины. То есть взять, ребенок буквально вышел на улицу, его схватили, посадили, машину увезли. Никто не сможет определить, хотя камера есть. Но в нужный момент почему-то у полиции именно те записи исчезают. То есть не планомерно ли это похищение детей с помощью неких таких людей, у которых, может быть, нет документов и регистрации, которых никак нельзя отследить, похищаются дети в массовом порядке в России. Ну, а вот те случаи, которые определяются, там Бастрыкин, блестя своими погонами, берет на личный контроль. Да, друзья мои, охота на детей, на детские души. Где эти дети, да, используют ли их в сатанинских ритуалах, используют ли, сами понимаете, помните, мы все помним это жуткое название адренохром, для того, чтобы элитные вот эти мерзавцы, чиновники, я не знаю, что там себе добывали и вбрызгивали. И вы смотрите, как они неадекватно себя ведут себе. Какая жажда крови. Они, не признак ли это того, что они употребляют? Что все высшее руководство употребляет эти вещества, и дети похищаются целенаправленно. Ну, это, друзья мои, конечно, предположение, я не могу обвинять этих святых людей. Но мы с вами можем задуматься, что надо очень сильно беречь детей, и это просачивается. Видите, как бы, она не виновата, все, мы ее отпустим, ну, случайно получилось. Взяла ребеночка и повела. Вот какая милая женщина. Такой случай не один, помните, друзья мои, это то, что проявляется в публичном пространстве. Поэтому, дорогие мои, не отпускайте детей ни на секунду. Маленьких детей. Детей повзрослей. Да, сейчас не то время. Раньше, вот, так сказать, в нашей с вами юности, можно было бегать по дворам по каким-то... Тоже мы бегали, лазили, хулиганили. И по лесам, и по полям, и по дворам. Сейчас очень много вот этих бесноватых, этих охотников за детьми. Надо быть очень внимательными, друзья мои. Держать свое пространство. И если вы видите, что, ну, какие-то странные люди куда-то пытаются увезти детей, ну, постарайтесь, ну, я не знаю, там, в полицию запомнить это, самостоятельно предъявить какие-то, если у вас есть силы и возможности. Потому что это происходит. Смотрите. В Санкт-Петербурге 45-летний местный житель подозревается в похищении 7-летнего ребенка. Мужчина увел ребенка с детской площадки. Ну, к счастью, его нашли. Да, ребенка спасли. Таких случаев огромное количество. Так что, друзья мои, и так нас мало осталось. И вот сейчас взрослых стариков убивают нищетой, лечением. Взрослых убивают отчаянием, отсутствием будущего. Детей похищают и, я не знаю, вплоть до действительно какого-то людоедства. Это так. Тут даже вот, кажется, дикость такого быть не может. Вот мы живем с вами в страшной сказке «Братьев Гримм», где присутствуют вот эти ведьмы из сказочных домиков, где присутствуют людоеды, где присутствуют отвратительные стражники и короли-колдуны, которые купаются, может быть, сказать, в крови младенцев. Все это вот сейчас в нашей жизни страшная сказка «Братьев Гримм». И вот эти люди все говорят о добре. Вот все эти ведьмы, да, вот они начинают умильными голосами сюсюкать. Ах ты, ах ты. На самом деле отвратительные морды за этими масками. Не поддавайтесь, берегите себя, укрепляйте себя. Только ваша личная сила поможет вам сберечь и себя, и своих близких. Все, драгоценные мои, пока, счастливо.